Профоориентация популярная в последнее время направление, когда еще будучи школьниками молодежь, имеет возможность познакомиться с разными профессиями и выбрать для себя свое будущее. Для этих целей в Видновской школе номер один развивают социальное партнерство. Мы пытаемся показать, какие направления сегодня существуют, какие профессии можно освоить, обучаясь в школе. Чтобы они могли попробовать руками сделать что-то для себя интересное и выбрать профессию соответственно. На сегодняшний день первая школа имеет партнерские связи с Российским государственным университетом имени Косыгина и торгово-промышленной палатой Ленинского района. Университет помогает школьникам при поступлении в учебное заведение, а представители палаты предоставляют выпускникам рабочие места. Такое тесное взаимодействие позволяет школе повысить свой статус в глазах учащихся, а чтобы ребята могли больше познакомиться со всеми возможностями социального партнерства, провели семинар. Наш директор, она правильно поступила, что у нас провели такую данную лекцию, потому что, например, я могу попробовать в каких-то новых профессиях себя, и так как я сейчас в 10 классе, в 11 классе могу определиться, куда мне пойти. В семинаре приняли участие не только ученики первой школы. С опытом коллег пришли ознакомиться представители других учебных учреждений района. Докладчики объяснили, что такое социальное партнерство и как оно работает, с чего надо начинать и каких результатов можно добиться. Социальные партнеры, они заинтересованы в том, чтобы было взаимовыгодное вот это сотрудничество. Когда идет игра в одни ворота, то, как правило, такое партнерство непродолжительное, оно быстро прекращается. Вот поэтому очень важно школе правильно выстроить вот эту стратегию. Вот и поэтому очень важно понимать, с кем и зачем мы взаимодействуем. И не только зачем они нам нужны, но и зачем мы им можем быть нужны. Стоит отметить, что социальное партнерство у школы может быть не только с вузами или работодателями. Часто встречается взаимодействие с общественными организациями, различными ведомствами, учреждениями культуры.